Всех в этом зале объединил однажды Бажовский центр детского творчества. Это десятки увлечений и десятки кружков. У каждого был свой педагог и свое любимое дело. Только одни были кружковцами, другие учили эстетики, давали уроки декоративно-прикладного творчества. И всегда в БЦДТ было много детей и педагогов. Так незаметно прошло целых 65 лет. Сменился не один строй, но неизменно осталась дружба и теплые воспоминания. В этот вечер всех переполняли эмоции. Кто-то вспоминал проведенное здесь детство, кто-то годы работы. Праздничный вечер начался с торжественной части. Поздравить юбилеаров приехали первые лица города. Поздравляю вас всех с праздником. Хотелось бы отдельно поблагодарить, поздравить, сказать большое спасибо за работу всех тех, кто сегодня работает, и всех тех, кто работал ранее. Особенно это касается, конечно же, руководителей Дома пионеров и Бажовского центра детского творчества. А сегодня я бы хотел вас действительно от всей души поздравить и пожелать новых творческих успехов, чтобы наше дополнительное образование в Полевском развивалось. Ну и в праздники принято дарить подарки. Так вот, мы дарим администрации, понятное дело, приветствую на адрес. И вот этот сертификат на ноутбук, пожалуйста, пользуйтесь праздником. Большое спасибо всем тем, кто создает сегодня здесь уют, всем тем, кто работал раньше, воспитывал наших детей. И думаю, что будущее у Полевского вот с теми, кто здесь работает, в таких стенах прекрасное. С праздником! 65 лет – это действительно целая жизнь с радостями, с печалями, с победами, с расставаниями, со всеми сопутствующими мероприятиями. Но впереди так много нового, интересного. Я желаю, чтобы вы оставались такими же яркими, необычными, талантливыми, замечательных вам учеников. Всего доброго! К общим поздравлениям присоединился Александр Серебренников, заместитель председателя Палаты представителей законодательного собрания Свердловской области. Вам всем хорошего настроения, здоровья, счастья и долгих лет жизни. С праздником вас! В этот день виновниках праздника купали в овациях. Артисты дарили свои лучшие номера. Заслуженным педагогам были вручены почетные грамоты главы Полевского городского округа, грамоты управления образованием, а также благодарственные письма за успехи в организации и совершенствовании образовательного процесса и многолетний плодотворный труд. Мне хочется поздравить всех. Вообще-то это праздник такой большой, мне кажется, такого городского значения праздник. Потому что каждый связан, каждый человек связан какой-то ниточкой, связан с Домом пионеров, с Пожорским центром детского творчества. Поэтому я поздравляю всех с этим замечательным юбилеем. Я желаю всем счастья, здоровья, удачи и новых творческих успехов. Галина Калинина работает с БЦДТ с 1992 года. Вся моя жизнь связана с Божорским центром. Еще когда училась, в школе приезжала сюда с городским пионерским штабом. Помню всех своих педагогов. Когда начинала работать здесь, всегда приводила с собой своих детей. Поделилась своими воспоминаниями руководитель кружка. Сейчас ее две дочери также работают в Божорском центре и тоже получают слова благодарности. Это очень важно, чтобы в наших городах сохранялись вот такие центры с хорошими традициями. 65 лет – это, наверное, уже достаточно серьезная дата. Но я увидел тот педагогический коллектив тех людей, которые и сами не молоды, но они молоды духом. И вот они заряжают и детей, и дети их. И вот в этом взаимном таком процессе, я думаю, что действительно зарождаются звездочки. Не только Полевского и Свердловской области, но и всей России. Пусть поют, пусть творят не только на радость своим родителям, но и всем нам, россиянам. Поэтому успехов творческих и больших планов этому дому и всем ее участникам. Вечер удался. 65 – это только начало, шутили гости. Впереди у Божорского центра детского творчества еще много лет успешной работы. Екатерина Тагильцева, Александр Полищук. Новости нашего города.